Здравствуйте! Хочу вам рассказать про ремонтантную клубнику. Ремонтантная клубника бывает разная. Бывает просто ремонтантная, которая дает урожай два раза в год, то есть весной и осенью. А у меня ремонтантная клубника нейтрального светового дня. Это у меня сорт чудо-света. Она немножко мелковатее, чем альбион, допустим, искушение, как у меня в других сорта. Но она сильно ароматная. И вкусовые качества у нее хорошие, отличные. И мягенькая. Она не такая твердая. Сейчас покажу, какая она в разрезе. Вот видите, какая сочная. Альбион более сухая. И это имеет ароматность. Видите, какой дает урожай много. У меня ее мало, я еще не размножила немного. До такого уровня, чтобы зарядка была хорошая, полноценная. Но это все нужно сделать, это все успеется. Ремонтантную клубнику надо держать все время земля, чтобы была в влажном состоянии. У нас прошли дожди и в рыхлом состоянии. Нужно землю сапочкой немножко обработать. Ремонтантная клубника опускает много усов. Ну, тоже зависит от сорта. Усы укореняются. И на усах тоже образуются у меня цветоносы и полноценное растение получается. Вот оно само по себе укореняется. Дальше. Ремонтантную клубнику нужно хотя бы через 2-3 года менять. Из-за чего? Из-за того, что сам стволик он как бы выходит из земли и начинает за зиму подмерзать. Для этого мы оставляем вокруг много деток. Детки укореняются и сорт не исчезнет вовсе. А если оставлять только двухлетнее, трехлетнее растение, то можно потерять за зиму весь сортовой экземпляр этих растений. Как я ухаживаю? После сбора урожая с нее убирать листья не нужно, нужно убирать только листья, которые повредились там, низко к земле. Я их просто беру, вот так, обламываю. Все листья убирать не нужно, как с обыкновенной клубники. Ремонтантная эта клубника особенно типа, как королевские пеларгонии. Вот такие-то ремонтантные. И вот такой аккуратненький кустик остается. Затем вот этот урожай я уберу, цветоносы обрезаю, и она начинает выпускать новые цветоносы с пазух. Аж до самых морозов она мне дает урожай. У меня мало места, поэтому я другими сортами не увлекаюсь. Я только высаживаюсь в ремонтантный сорт. Меня он устраивает полностью. Ухода за ним не особенно много надо, так как все боятся ремонтантные сорта. А этот сорт вообще не срального светового дня. он постоянно дает урожай. Вот отцвели цветоножки, отсохли, другие начинают пускать. Вот видите, не успела эта веточка дать, отдать свой урожай, следующая веточка дает. И плоды достаточно хорошего размера. А есть у меня также вьющаяся клубника искушения называется. Она очень много дает усов. И как укоренить ее усы, я вам покажу. А сейчас я вам покажу, как я обрабатываю ремонтантную клубнику. Листики, видите, какие я удаляю? Поврежденные и те, которые близко были на земле. Чтоб клубничка проветривалась. Вот это черное не нужно. Вот этот усик я пока не удаляю, так как это растение. еще не отдала своей силы для этой маленькой новой розетки. Когда розетка хорошо укоренится, я обрежу усик. И вот так с этой стороны начинаю обрезать, обламывать. Не очень легко ломаются эти листочки старые. Вот, посмотрите. потянула и он обломался. Затем я их соберу и выброшу или в альфатор, или сожгу. А вообще я бросаю курочкам, они там еще что-то себе выклевывают, выбирают, так как у меня куры закрытые, им, наверное, очень это интересно. Полностью листья не скашиваю вот эти все, как делают в такой простой клубнике, потому что она дает урожай постоянно. Если я сниму ей эту листву, она просто потеряет силы и не сможет удержать свои ягодки. Ягодок у нее достаточно много. Смотри, один кустик вот маленький, сейчас я посчитаю, сколько здесь веточек с цветоносом. Вот, два, это молодой кустик, я весной посадю, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вот на земле девять, девять веточек. Маленький молодой кустичек. Вот такой, это замечательный сорт, он мне очень нравится. А здесь у меня другой сорт клубники, это искушение. Искушение копющийся сорт клубники. Антельна, она очень много пускает усов, и поэтому мне нужно укоренить усы, и дать возможность, чтобы она еще раз мне дала урожай. Я хочу показать вам, как я укореняю усы. У меня вот видите, она заросла ковром. Это никуда не годится, здесь проветривания нет, ничего. И усы укореняются с трудом, так как вот они падают на землю, и достать до земли не могут. что я делаю в таких случаях. Я беру секатор, обрезаю усики, укореняю их, беру черный пакет для мусора, и складываю их в этот пакет. Сейчас когда я наберу полный пакет, расскажу, что я буду делать дальше. Я так просто их раз и собираю. Видите, какие хорошие растенечки. А затем они хорошо укореняются, и я рассаживаю их в одноразовые стаканчики. Смотрите, какой хороший, крепкий росточек растения. Только корней нет. Корни от него я буду очень долго ждать. таким способом, как я вам покажу, они быстро нарастают и достаточно мощные получатся. После получения результата я вам покажу продолжение видео. Сейчас я обрежу усики. Усов здесь очень много, огромное количество, поэтому я их буду резать даже не каждая отдельно. Сейчас покажу. Я конечно вот эти палочки выбрасываю, я не ставлю их в пакет. Ну, вот так беру прям. Вот смотрите, какой замечательный усик. Вместе с клубничкой. Видите, какой у меня сорт клубники хороший. Она длинненькая, красивая. Это можно укоренить. Будет хорошая клубничка. От маточного растения беру замес и просто обрезаю. Маточное растение обеспечит достаточным количеством свежего воздуха. начинает плодоносить мне давать повторный урожай. А если будет большое загущение, то конечно пойдут и болезни, и вредители. А так у меня хорошие урожаи и рассада тоже хорошая. Никто еще не жаловался. Сейчас покажу какая у нее ягодка. Смотрите. Вот ее я. Видите? Это искушение. Вот видите? Она немножко приплеснутая и длинненькая. Это ее что-то подъело. так как загустело сильно. А это на детках она дает урожай уже. От росточки пошли. Вот они еще не укоренились хорошо, но урожай дали. Длинный им спустило прямо под деревяшку. Вот здесь она чуть-чуть прижалась к земле и дает урожай. Сырника очень хорошая. Сор замечательный, но ей нужно проветриваю. Вот ту сторону я уже оборвала немного. Теперь перешла на эту сторону. Ее лучше сажать рядами. И так продолжаю собирать деток и укоренять. вот столько я набрала розеточек от клубники. Сейчас я всех помещу в мешочек. А клубничка осталась в таком у меня состоянии. После этого я ее полью. Вот такой рядочек небольшой. Здесь пустое место, с той стороны пустое. У меня шланг стоит, дождевание. Вот видите? Это не капельное, это как дождик она поливается у меня. А вот это у меня клубника Елизавета вторая. И на ней вот видите какой лист? Пятнистость листьев. Что это за заболевание я вам расскажу в следующий раз. Как с ним бороться. Это присуще Елизаветы второй. Это заболевание. У меня только два кустика. И вот оба два кустика она приболела. А искушение не болеет ничем. Но замечательно. Мне очень нравится этот сорт. И хороший. Все лето дает урожай. Так как у меня мало она дает меньше. Если бы я размножила много было бы урожая даже на продажу. клубнику. что клубника постоянно. Посмотрите какое количество посадочного материала я набрала. Эту клубнику с такими корешками я буду сажать сразу в стаканчики. Я считаю, что это достаточно хорошие корешки и стаканчики. Посажу в тени поставлю и с ней ничего не будет. И будет сразу полноценный кусок. Даже вот эти маленькие и то они приживутся. Листья удалять не буду. Если они засохнут я их уберу. А если они будут зеленые пускай будут зеленые. На солнце я их ставить не буду. Я их поставлю в тени и с ними ничего такого не будет. Клубнику я пересаживаю круглый год. Даже в самые жаркие месяцы. Сейчас у нас август. 10 августа. И вот такой целый мешок рассады у меня получилось. Видите с такими маленькими корешками. А через время я сниму вам видео и покажу какие у этой рассады получатся корни после того как она будет в этом темном полиэтиленовом мешочке. Конечно такой сорт как у меня избавиться нельзя. И я его продаю людям кому нужно. Сорт этот замечательный. Кому я не продавала все очень довольны. так что если хотите можете заказывать. А сегодня я вам показала как его размножать быстро. Можно было конечно оставить на грядке пускай бы укоренилось но оно затянет маточный куст и плодоношения не будет или будет скудным. Цветочных веточек она пустит меньше. Намного маточный куст. Моя клубника которая отделяла от маточного растения это более с хорошими корнями я ее поставила в стаканчик с водой она где-то полчаса простояла сейчас я буду высаживать вот у нее какие корешочки неплохие маловатые чтобы посадить грядку если вы посадите на даче в сухую землю она может пропасть а если вы посадите в землю возле дома будете каждый день смотреть за ней поливать и рыхлить ничего с ней такого не случится она примется в 100% даже не сбросит листочки ни один а вот эта клубника которая с маленьким количеством корней это детки в черном мешке сейчас я сюда добавлю воды вот такое количество видите стаканчик набрала полстаканчик все и плотно завяжу мешочек вот таким образом и отнесу его в погреб через какое время покажутся корешочки я вам все буду показывать вот так немного мешаю чтобы вода равномерно была по всем листикам и растениям и корешочкам и все в таком состоянии она будет не подвешена ничего просто поставлю на полочку у нас погреб находится в доме там значительно холоднее чем в помещении и чем на улице тем более через какое время покажутся корешочки буду снимать видео а что я делаю с этой клубникой сейчас покажу беру вот такой емкость пластиковую с дырочками и буду сюда сажать клубнику беру вот эту клубнику которая простояла в водичке просто ее вот так распределяю и засыплю вот у меня земля я ее смешала с опилками видите и влажная сейчас я засыплю между кустиками землю плотно не буду трамбовать землю так корней там мало и она у меня будет расти как цветочки а затем когда я увижу что пойдут корни я посажу каждую отдельно и будет отдельно растущее растение листики не пожелтеют ничего вот так она у меня будет стоять но не на солнце если поставите на солнце она испортится а в тени ничего и не будет поливаем как обычные цветы внизу дырочка вода будет уходить лишняя влага будет уходить вот так вот я размножаю свою клубнику попробуйте мой способ меня никогда не подводил и растения у меня достаточно мощные и хорошо плодоносные так как я освободила маточный куст от деток она будет как самостоятельное растение питать это растение начнет выпускать цветоносы как только оно будет пускать усик я его буду обрезать потому что усика недостаточно это вьющаяся клубника она дает усов очень много очень и когда не очень жарко усы начинают цвести и тоже дают плоды свои вот видите это ус летет они тут запутались на усики клубника цветет плодоносит тоже надо распутать я еще сюда не дошла клубника тоже замечательная сейчас покажу какая она впереди плотная мясистая вкусная ароматная и крупная это крупно-плотная клубника спасибо всем за внимание как только моя клубника пустит корни мы с вами снова встретимся на моем канале до свидания до свидания Продолжение следует...